Всем привет, с вами Экстрян. И я продолжаю проходить народную солянку с Объединённым Паком 2. Это уже 35-я моя часть, и давайте начнём. После того, как я побывал на АТП, добыл я для... Сидоровича. Две кувалдочки, две отверточки. Ушёл Рупа, а с коммунией сделал два гаечного ключа и завалил сталкера Лешева. Теперь давайте поговорим насчёт этих заданий Сидоровича. Мы узнаем, что он нам за них отвалит. Что притащил? Сидор, ёпть, молоточки и ключики, говоришь. Да там кувалдок по 25 кг каждая. Я пока по зоне шёл, с одной наперевес, вызывал истерический смех у всех встречных. Вся живность в ужасе разбегалась. Но я-то уже о размерах не знал. Хе, да, ключи-то только паровозы ремонтировать. Давай всё сюда, да посторожнее выкладывай, стол не проломи. Вечером схожу, разомнуй с кувалдой, крысу бункера погоняю. Забирай металлолон, с этими кувалдами только с воду шварценеггеров возиться. Они как раз для ювелирной работы подойдут. Надеюсь, когда будешь этот хлам со стола убирать, спину не сорвёшь. Говорю сразу, за фастом гелем из копытка банани пойду. Давай презент. Уф, действительно тяжёлая. Петренко старого яка мне не доверяет. Так что забирай только координаты тайника. Он где-то в забытом лесу. Иди после перехода на территорию прямо вдоль границ, никуда не сворачивая, а там увидишь несколько камней, один из которых плоский. Как арт хороший найдёшь, значит и тайник нашёл. Ну что ж, запомним. Примём к сведению. Твой привет лешему я передал, ещё двуму десяткам его друзей. Я же просил тебя сделать всё без лишнего шума. Так они первыми в меня шмалять начали. Главное, что послание дошло до кого нужно. Если у меня достойная награда для тебя, возьми этот артефакт. Его называют аксон. Встречается не так часто, как выверт или гравия, но обладает лучшими по сравнению с ними свойствами. Полезный артефакт. Ладно, пойду я отдохну немного. Тактический вал, да. Ну, он мне не нужен. Радам тебе. Сидоричи так с нами прощаются, блин. Как будто я не знаю. Последняя встреча в его жизни, блин. Так. Давайте посмотрим, что за аксончик он нам дал. Ух ты. А Сидоричи такое жило показывает. Смотрите, какой артефакт подогнал. Давайте, наверное, вместо пламенной гусеницы его притараним. Теперь подольше жить будем. Ну что ж, теперь давайте отправимся, наверное, к Бору. Купим у него фонаричек. После этого отправимся к адреналину. А почему фонарик такой дорогой? Потому что последний. Нужен тебе или нет? Ну, конечно, нужен. О, деньги надо же. И ПНВ зафурвичил. Да, и правда, вот фонаричек работает и ПНВ. Отлично. Ты кто такой? Только вот пришлось 5 тысячи заплатить. Ну, честно говоря, это вынужденная мера на самом деле. Потому что без фонарик и ПНВ довольно-таки тяжко в зоне выживать. Ну что ж, отправляюсь тогда к адреналину. Подходи, раз пришел. Привет, адреналин. Нашел я тебе твой диск. Здорово. Рад, что живой вернулся. А сталкера того не видел? Видел только тело. С виду вроде нетронутое. Может, сердце подвело. Особо разбираться некогда было. Братки нагрянули. Серьезные ребятишки. Решили в войну поиграть. Ну дела, в награду возьми пару моих капсул и формацию. Пока ты ходил, подсказали мне, где расположен еще один выход с территории АТП на армейские склады. Я тебе скину в ПДА. А вот где третья тропка, в Припять, знает только Сахаров. Ну что ж, спасибо и на этом. Зачем пришел? Да что это? АК-разведчик. Можно и затасить, кстати говоря. Вон оба дюйма. Ну что ж, неплохо так кладет. И скорострельный довольно-таки так. Там еще кто-то шляется. Но вот единственное, что он без прицела. Мне неудобно работать. Ладно, с этими товарищами разберусь. Как-нибудь потом. А сейчас отправляюсь, пожалуй, в бар. Нашел я Илешего, правда, в совсем другом месте. Он использовал ложный ПДА как маячок для связи с другими сталкерами. Весьма разумно получается, что кто-то еще знает про метод обнаружения через ПДА. Похоже, что да. У Илешего были вот эти документы. Они из некой лаборатории СИМ. Может, глянешь? Давай посмотрим. Изделие номер 58. Так, уравнение Максвелла, поляризация волн и прочая ерунда. Ничего особенного. В этой лаборатории занимались разработкой нового учебника. Шутка. У меня еще есть флешка. Посмотри ее содержимое. Секундочку. Опять какие-то уравнения. Хотя в них есть и неизвестные мне операторы и константы. А вот это интересно. Смотри. Здесь есть черчеж, пистолеты, аккумуляторных блоков к нему. Только черчеж не полный. И нет подробных схем отдельных блоков. Видимо, изделие номер 58. Это прототип нового пистолета. Действие которого основано на электромагнитном разгоне пули. Проще говоря, в X7 разрабатывали прототип нового гаусс-пистолета. И что же нового в этом прототипе? Пока не знаю. Оставь мне документацию и флешку. Поройся в них. Но их будет недостаточно. Чтобы узнать особенности нового оружия, нужно продолжение информации из этих документов. Судя по содержанию, существует еще пять таких частей. Если найдешь остальные, то возможно нам с долговязым удастся воссоздать такой прототип. Как только найдешь все недостающие информации, то сразу же приноси ее мне. Новое оружие секретной лаборатории. Думаю, оно того стоит. Что-то тихо сегодня у тебя. Да, вроде все как обычно. Если я хотел чего, то давай по-быстрому. Меня интересует сталкер по прозвищу Акил. Он был здесь? Да, был. Все ходил, тот расспрашивал про других сталкеров. Особенно его интересовал некий вирус. Он расстроился, когда охотник сообщил ему, что вируса грохнули монолитовцы в Припяти. А не знаешь, куда он собирался отправиться? После допроса охотника он ушел. Куда, я не знаю. Где же теперь его искать? Действительно, где же теперь искать там на... этого Акила? Ладно, отправляясь на армейские склады... Надо сдать пару квестов. Эх, на базе свободы, прям как у себя дома. Ну что ж, давайте тогда вначале поговорим с Шурупом. Отдадим ему тяжеленные песочки. Проблемы с железом я устраняю на раз. Но кривые руки хозяину не правлю. Привет, Шуруп, не забыл про наш уговор. Да, помню, помню, было такое. Я уже дома, что ты не вернешься. Ну ладно, принес. А как же, держи металлолом свой. Ты случайно его за периметр не отправляешь? Очень смешно. Если ты нашел один мозг контролера для Лукаша, вот второй. А не нашел, придется тебе на ЧС-2 тащиться. Помочь в этом деле я тебе не смогу. Один экземпляр у меня всего был. Ну что ж, спасибо. Ну, теперь давайте с Лукашем поговорим насчет его задания. Так, ну тут скряга. Ассортимент товаров у скряги постоянно обновляется, я смотрю. Серьезно. Ищешь кого? Хэллоу, начальник, получай свою... Вернее, контролера мозги в количестве двух штук. Вот это да, добыл. Надеюсь, там было больше экземпляров. Ты не три принес? Нет, только два, как заказывал. Вот, мо... Вернее, уже твои 300 тысяч косарей. Спасибо. Надеюсь, что ты не повредил товар и не откусил пару кусков. Эээ, вижу, что нет. На некрофилов, судя по выражению твоей физиономии, ты не похож. А зря. У этого мозга очень тонкий вкус и изысканный аромат. Эй, да постой, куда ты? Возьми вознаграждение. Вот артефакт редкий. Да еще в качестве благодарности рядом с монолитом, что в саркофаге найдешь урочные телепорты, главарей монолита и броньку маскировочную. По слухам, все это оставил стрелок, один из немногих, кто добрался до монолита. Но это только слухи. Ну что ж, спасибо за информацию. И учти, трещишь поменьше, поживешь подольше. Ну, спасибо за совет. Разрыв плюс 14%. Ну, этот артефакт не особо-то и пригодится, мне сейчас и нужен. А сейчас, наверное, пойду искать тайник Петренко в забытом лесу. Ну что ж, отправляюсь тогда туда. Кстати говоря, я чуть не забыл про еще одно задание, которое дал нам Округлов. Это... Сейчас я вам даже его покажу. Найти данные об инъекторе Гидро. И тут он дал нам три наводки. Базу бандитов на АТП, заставу наемников на армейских складах и блокпост на Кордуне. Вот так вот. Совсем забыл про это задание. Давайте вот покажу, где у меня все находится. Вот он. Обычная флешка с гемоглобиновым инъектором Гидро и тому подобное. Вот, все, нашел. А теперь, наверное, поговорю с Кузнецовым насчет винтовки для снайпера. И после этого отправлюсь, наконец-таки, на болото. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами там. Ну что ж, я добрался до болот. И теперь давайте поговорим тут с самым главным товарищем. Это Диак. Вот он стоит. Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел. Здоров, мил человек, тоже прячешься тут. Все прячутся. Кто-то от прошлой жизни, кто-то от самого себя убежать хочет. Так, тебе не попадались игральные карты с буквами на рубашке? Поблизости таких не видел. Эх, ну ладно. Приветствую, чего звал? Здорово, сталкер. Я и мои парни с группировки Чистое Небо. Эта территория как бы считается нашей. Понял. Короче, хоть территория считается нашей, но бандитов в этом, об этом предупредить забыли. Если уж совсем честно, то не только их. У них кто-то база недалеко. Мы за ними присматриваем. Я своего человечка послал следить, он должен был как три часа назад вернуться. Но, видимо, его либо убили, либо сцапали. Мне по инструкции надо в штаб Свиблова доложить, но, в общем, не могу я. Это у меня уже второй случай за неделю. Боюсь, как бы мне самого за это. Мы тут с пацанами решили сами все сделать. Хоть и небольшой, но шанс все-таки есть, что мой человек жив. Сам видишь, у нас тут всего ничего. К тому же я себе на днях ногу подвернул, так что с вами пойти не смогу. А ты, видно, мужик бывалый. Выручи, помоги отбить парня. Если жив он, конечно. Долго я не останусь. Да я бы с радостью, но у меня с патронами туго. Да и аптечек маловато. Слушай, у меня-то для калыша немного есть, а аптечек немного. Ты уж помоги. Молодый, уговорил. Давай снаряд. Все остальные дерьмо, блины и гробы. Ладно. Давайте попробуем, как Рэмбо все сделает сами. Только поначалу тут мутантов, наверное, многовато будет. Вот эта аномалия страшная. Которая броник весь ломает. О, что это? Страшная аномалия довольно-таки. Ух ты, а это еще кто такой? Карлик какой-то, мчится. Так-то, так. Вот и наши теперь побежали. Отлично. О, мухоморчик. Мухомора, кстати говоря, тоже надо собирать. Мы в скором времени встретимся с холодом, а он как раз-таки... На всякие патроны и аптечки. Так, еще зачем-то на возвращатель нажал, ладно. Не суть. Так, а вот пандосы. Давайте попробуем. Как-нибудь. Сами попробовать. Сами попробовать. Ну, где там эта собака лаберная лазит. Так, давайте туда гранатку, наверное, швырнем. О, отлично. Было восемь, стало четыре. И то свои вроде все. Что ты стреляешь? Вот ты где-нибудь. Приложил, гады. Так, что это такое? Патроны всякие разнообразные. Ух ты. Ладно, это все потом я соберу. Сейчас надо своим помогать. Так. А с крыши тут хороший обзор, однако. Так, ну вроде бы всех убили. Да. Вроде бы все. Ну что ж, теперь давайте поговорим с Ахатой. Сюда! Помогите! Привет. Жив чертяга. Да что со мной будет? Помню, за мной кровосос погнался. А у меня из оружия только носки. Да и те грязные. Я это постирать решил. Потом, потом расскажешь. Давай выбираться, пока к ним подмога не пришла. Ну пошли так пошли. Ты только не спеши, у меня бог права немного побаливает. Это меня кабан сапнул. Не рассказывал? Что-то неприятнейшая история. Я тогда, можно сказать, заново родился. Да угомонись ты. Кому говорю, иначе заново умрешь. Если мы быстро отсюда не свалим. Все, теперь давайте отсюда выбираться потихонечку. Так, это свои все вроде. Подтянулись. Отлично. Ну что ж, давайте я тогда соберу хабарок и будем возвращаться обратно к Дьяку. Ну что, Дьяк. Все, спасли Тео. Человечка. По прозвищу Сыхатый. Теперь давайте с ним поговорим насчет этого отдела. Здорово, Дьяк. Жив твой человек. Повезло тебе. Вот, спасибо. Слушай. Ты это, если на базу нашу пойдешь, не рассказывай про этот случай. А где ваша база? Да тут недалеко. Ты иди по прямой мимо церкви, потом через камыши, мимо вышки, ну и выйдешь на наш пост. Хутор небольшой. Там за ней телепорт. Он тебя на нашу базу и доставит. Подожди, я тебе в твоем ПДА метку, например, на расположение хутора поставлю. Понял, спасибо. Ну, а что насчет награды? Чуть не забыл. Вот, держи. Армейская аптечка. Не, ну на самом деле он сейчас хорошую вот награду дал, а то и ногу кабана может дать. Или глаз свиньи какой-нибудь. Ну, это ж не награда совсем. А вот армейская аптечка, это да, это хорошая награда на самом деле. Ну, за спасение Сыхатого мог бы и получше что-нибудь вручить. Ну, сейчас я пойду не на базу, а сейчас я покажу, куда я двинусь. Так. Вот мы находимся вот здесь, да, вот буду попутно тайнички и всякие собирать. И двинусь я вот в эту точку. Тут у нас, показывает, что типа находится Дэн, но на самом деле Дэна там никакого нет. Дэн появится чуток попозже. Я вам даже, может, и расскажу насчёт какого задания, но хотя вы всё со временем сами узнаете. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами там. Ну что ж, как видите, я уже добрался до этого места. И тут мы за вот этим вот чудом техники инженерии, блин. Это боги Сидоровичи. И теперь давайте это боги доставим. Кстати говоря, хочу рассказать вам небольшой секрет. В том, как и вам без проблем доставить и управлять этой боги. Порой небольших таких секретов. При повороте, когда вы жмёте на газ и поворачиваете, вас заносит. Чтоб такого не было, нужно газ при повороте отпускать. В таком случае заноса будет меньше. И ещё желательно притормаживать. Кстати говоря, тут и ничего комментир один интересный. Я, конечно, не знаю, будет у вас такое или нет. Ну вот, смотрите, что тут у нас РПГ. 5 ОГСМБ осколок к нему. Аптечки. Патроны к моей СВУшке. Изоморфных. Корр с патронами для немецких пулемётов. И для... Вот. Русский винтовочный патрон. Это уже на наших российских пулемётов. И задание в осаде для Калинина начинается уже потихонечку выполняться. Ну а пока что сложу это всё в тайник. В тайник на кордоне. Так как я сейчас туда отправлю, чтобы баги Сидоричу перегнать с болот на кордон. И потом как-нибудь разберёмся с заданием Калинина. Так, на баги я сейчас поеду вот в эту точку. Сейчас поймёте почему. Ну что ж, я доехал до этого места. И теперь давайте я вам покажу, для чего мы здесь. Не совсем, конечно. Конечно, такая хорошая перестрелка получилась. Промазал я пару раз. Но всё-таки, как видите, под конец последней пули в голову всё-таки попал. Отличная работа, сталкер. Майор, хорь, мёртвый, я таскал его на болотах. Скидываю своё местоположение. Вот он, хорь. И ПДА у него, и МП-444 багира. При нём. Да, я тут по заданию Кузнецова. Я вот про этот квест не забыл. И вот, видите, успешно его выполнили. Ну что ж, теперь давайте перегоню Баги Сидоровича на кордон. И заодно поговорим с Кузнецовым насчёт квеста «Сбежавшие». Вот. Ну что ж. Отправляюсь, собственно, на кордон. Ну, наконец-то. Так, антирадик. Перекусим. Фух, наконец-таки справился с этим многострадальным заданием. Так как артефактов у меня нет, но ожидания выводящих радиацию особо немного. Вон, два артефакта всего лишь. Вроде как. Ладно. Теперь это всё позади. Вот Сидорович, пригнал я тебе баги, забирай ключи. Пока ехал радиации столько нахвата, что всей твоей водки не хватит, чтобы её вывести. Нет такой дозы, какой бы не смогла вывести водка. Это тебе благодарочка от меня. Ну что ж, пойду напьюсь. Ух ты. 10 тысяч рублей. Гранатки, оптика, патрончики, водочка. Ну что ж, спасибо, Васильевич. Ну, удачной охоты, сталкер. Так, а теперь, кто у нас тут? Излом, что ли, объявился? Ладно, хрен-то. Ну что ж, теперь давайте добегу до Кузнецова, поговорю с ним. И отправлюсь тогда опять-таки на болото. Поехали. все-таки ломом мутанты некоторые биваются намного проще и лучше чем тем же самым дробовиком но все-таки дробовик против там людей или еще кого-нибудь тоже довольно таки неплохая штука как можно заметить я добрался до болота добрался до вот этого поста про который нам говорил собственно диак и вот он телепорт сейчас будем набирать кучу интересных заданий ну что ж давайте обо всем по порядочку ротик свиплова на огонь его забежит о кормилец чем пришел приветствую ты тут главный ну последние полгода до мы группировка чистое небо нашей главной задачей является изучение зоны но не так как это делают ученые вернее у нас разные интересы взгляда на ней на ее будущее и в чем же отличие по моему зоне большинство и забавок да большинство но не все есть фанатики типа монолита есть другие части из группировок вообще непонятно люди или нет мы не фанатики мы не молимся никому но и не за тем чтобы пришли набивать мощную мы действительно изучаем зону и главное наше отличие от ученых мы независимы от власти это как наше преимущество так и недостаток и в чем же так власть не угодила да собственно пока ничем только вот это не значит что мы готовы с ними сотрудничать знаешь чтобы они не говорили про то что они дескать добрые намерения я уверен что в итоге все их не научная деятельность сводится к поиску дешевой электроэнергии а что еще хуже к поиску нового оружия массового уничтожения этого мы больше всего и боимся видно ты человек опытные всякое повидал зоне так что сам можешь все представить что будет если всеми этим пока необъяснимыми явлениями будет управлять человек самый коварный опасный из монстров особенно когда он у власти да наши кровососы просто шавки против них так что же вы совсем с учеными не общаетесь почему же мы поддерживаем неофициальные контакты с некоторыми учеными в частности с профессором кругловым мы не богаты и у нас зачастую просто нет нужного оборудования так что здесь мы проводим полевую работу ну а на стаде когда требуется лаборатория мы обращаемся к ученым кстати не хотите позаработать на науку ну а что за работа последнее время мы наблюдаем определенную мутацию среди монстров пока не знаем с чем это связано нам не хватает материала для исследования уж не меня ли вы препарировать решили ну нет что вы просто на болотах северно-запад не обнаружили одного из таких мутирующих контролёров надо бы раздобыть какую-нибудь часть этого монстра ну а вот ее бы мы с удовольствием как вы выражаетесь препарируем меточку я вам поставлю на место где обитает наш клиент ну что ж я не против поработать на науку скидывайте данные я пошел искать вот так вот вот первое интересное задание мы взяли теперь давайте поговорим с кем поговорим с этим пока что разговора нету так затем мил человеком тоже ничего нет с холодом выброса устойчивый как насчет выпить закусить чего такой радостный да вот деловое предложение к тебе есть что за бизнес мухоморы не нужны мухоморы у них совсем не на я свою долю имею да не холод я не за грибами в зоне вон молодняка сколько а ты подумай подумай я за три грибы дам тебе 5 обоим для ппш обоим или патронов много чего тут дает ответил я чего говорил нужно мухоморы собирать ладно как-нибудь потом может у тебя белиз имеется мне сегодня сколько бутылок нужно погоди где-то была бутылка а вспомнил последнюю бутылку василий выпил отмечал что-то так что извини от зараза опоздал она пока тебе тут stalker и не приносили карты с буквами на рубашке они мне очень нужны с буквами нет таких не было если принесут то скину тебе смс-ку хорошо не забудь привет привет странник заходи и выпей отдохни мы хорошим людям всегда рады но раз так хорошо принимают а почему бы нет смотри у тебя что-то горит твою мать опять горела чем же народ кормить буду слушай но и вонь ты чего жарил то давай мужики принесли кабана только у них жарю мясо жесткое и когда жаришь воняет а так даже ничего вон если бы псевдогиганта раздобыть у них мясо по вкусу куриное напоминает только в сто раз лучше слушай заработать не хочешь а что надо сделать да работенка не пыльная но побегать придется тебе не кажется что одно противоречит другому я о том что убивать никого не надо все чинно и пристойно ребята на днях видели на агропроме красного псевдогиганта хрен знает куда он откуда он но таких очень мало а их мясо такого даже в лучшем ресторане не приготовят ты же вроде сказал что убивать никого не надо а тебе и не надо его убивать ты из него решето сделаешь потом только в помойку его нет пусть охотой занимается профи для этого я специально охотников нанимаю как они это делают я не знаю но убивают без единого выстрела даже псевдогиганта твоя задача нужно найти и поставить метку на красного псевдогиганта а потом уж я вышлю охотников понял только запомни не вздумай убивать его мне то хлятина не нужно я дам тебе игломет переделанный который стреляет иглами с микро датчиками приблизился выстрелил убедился что зверь помечен и иди ко мне на пушку не вздумай заныкать она уникальная единственная зоне надеюсь хорошо заплатишь не беспокойся на этот счет то лучше свое дело хорошо выполнил хорошо привет холод что-то ассортимент товара у тебя мягко говоря не богатый что все так плохо с поставками да меченый ты прав не александрович всегда товар поставляет да вот проблемы у него возникли группу он свою найти не может который за кордона возвращалась у него как раз был товар для моего бара могу я тебе чем-то помочь да конечно был бы очень признателен здесь недалеко к северо-западу от нашей базы найдешь александровича до сих пор там ждет своих ребят переговори с ним узнает больше чем я по поводу всей пропавшей группы доброски мне нападай место где твой поставщик ждет группу попытаюсь помочь разобраться в ситуации но как будешь у нас на болотах как говорится чистое небо тут встречает получше чем даже на 1 1 оба на сидр ты что ли я тебе дам сидр шуточки своим здешним малолеткам рассказываю я почитаю в зоне самого начала а сидру можешь передать что когда-нибудь я доберусь до него из королева местной болотной твари ты хоть знаешь кто первый наладил поставки оружия в зону сидр да я этот прощал эго ни хрена не умеет я я первый кто смог организовать поставки всего-всего и продуктов и оружие лекарств да у меня бармен в подмастерии ходил все каналы с вояками видишь вот в этих руках были на этот черт без глаза лиса адова как-то ухитрился подмазать майора серебнякова и всех кто так или иначе бацана связан полетели а чуть позже эта крыса ворвалась ко мне в бункер да да именно в тот бункер где сейчас этот хомяк безродный вместе с людьми горло и выкинули меня на улицу да еще и ногу прострелили так бы сдох на что сидр и надеялся но вот нашлись таки добрые люди выжил правда хрома я когда-нибудь вернусь можешь ему передать вернусь и плюнув его мерзкую поганую ружу не он его перевалил василий говорят ремонтом занимаешься ехал я-то занимаюсь да только толку от меня сейчас никакого а что так нога я но это особенно по ночам рано не заживает так что плохой из меня пока ремонт но может и чем помогу подходит смотри да и есть тут один мужичок калмыка уключит так он прекрасные мази делают мне они раньше помогали то только к нему идти не могу мы с ним последнее время не общаемся он тут как-то раз пьяный пришел давай шутить а я мужик серьезный шуток про себя не люблю ну и пошел поехал в итоге проклял его и всю его семью сгоряча конечно семья для него больное место и с тех пор и мучаюсь ну что случилось так давай поищу его раздобуду мази для тебя но если раздобудешь мне три баночки мази тогда я снова в его ремонт заниматься в том числе и для тебя туловно мажь и игральные карты можно взять мне для новой колоды нужно баки а сам если для новой есть то вот возьми картина и у меня больше нет ну что ж спасибо нет налил полный стакан сын выпил еще говорит зона сведет увидимся кстати говоря пока чуть не ушел давайте покажу где можно найти две бутылочки белиза по заданию нужно по лестнице забраться вот сюда спуститься так сказать какие-то склады торговца которого почему-то тут не видно и вот он тайничок ну что ж а теперь давайте отправимся на какой-нибудь из подставленных заданий ну что ж первым делом я отправился искать калмыка по местоположению находиться он должен где-то здесь но тут никого нет а никого нет потому что калмык он мужик непростой он тут устроил целую засаду и засада заключается ввод в чём а вот собственно и калмык черт чё за еще один воришка попался хорошая идея положить растяжку ну что твою мать еще один халявщик попался если не дверей то значит заходи и бери послушай это же зона здесь практически все дома бесхозные почем я знал что это дом имеет хозяев да еще таких привередливых ага ты не первый так говоришь а что мне прикажешь делать табличку повесить в общем выбирай или ты на нас поработаешь или какой выбор мужик то о чем да простой выбор либо ты нам поможешь либо мы тебя сам понимаешь что нужно у нас тут нычка есть одна неподалеку так вот надо сходить и принести оттуда небольшой контейнер ну так в чем проблема сам же говоришь недалеко пошли своих есть маленькая проблема с недавних пор там образовался на маля телепорт прямо в том месте где нычка и теперь туда пройти практически невозможно ну а как же я туда пройду но это не мои проблемы да пошли вы лады только патронов и ствол какой-нибудь дай на аптечек пару а то я практически на нуле но ствол это лишнее от аптечки держи так я еще играю на карту с буквами на рубашке ты не находил такие нашел одну воде изображение правда стерлась уже букву совсем не разобрать на том спасибо ну чтож пойдемте тогда поэтому задание где у нас находится контейнер так это александрич вот он рюкзак а вот местоположение контролера ну что же давайте отправимся наверное для начала к александричу поговорим с ним после этого покажу как достать контейнер после этого убьем контролера ну вот я и до группы александрича добрался дать с ним поговорим вот кстати вот здесь он и находится привет ты александрич холод мне вкратце рассказал что у тебя проблема веди меня в курс дела постараюсь помочь но наконец-то холод прислал хоть кого-то да я александрич будем знакомы сам весь на измене тут сижу ума не приложу что могло случиться с ребятами давай ближе к делу что случилось говорим эта зона я здесь что угодно и с кем угодно может случиться неделю назад я отослал четверых проверенных ребят за периметр чтобы они слили артефакты на вырученные деньги затарились патронами провизии для бара холода мы отдохнули чуток от зоны расслабились вчера вечерком сообщили что все нормально затарились по полной отдохнули успешно миновали кордон последний раз палыч уходил на свежие часов назад и сказала что прошли тузлу и проходит к лодочной станции точнее подходит через час будут на месте ну и на этом месте где мы сейчас и находимся тут у нас условленное место встречи как прошло уже шесть часов связи с ними нет сам туда не идешь потому что боишься разменуться с ними верно но так давай я схожу разведу обстановку да совершенно верно раз договаривались встретиться здесь то мне нужно тут быть у меня просьба к тебе большая разузнай что там могло случиться о поиске думаю начать с района разрушенного моста откуда ребята последний раз выходили на связь потом рыбацких утра обследовать может там какие-то следы моей группы найдешь надеюсь ребятами все в порядке но если что-то плохое все таки случилось то в общем несли они три контейнера с товаром нужны они мне очень нужны холода еще ни разу не подводил имя виду они тяжелая так что и идти туда лучше да легкие лишнее все выложи возьми с собой только оружие патроны аптечки договорились поищу ту их сталкеров но и контейнеры с товаром заодно так теперь давайте этот самый контейнер покажу как надо доставать вот он лежит вон там но лежит он именно видите в рюкзачке такой небольшом так но для начала покажу вам этот самый телепорт мы подходим к тайничку и на стоп и вот сюда телепортирует но по старым сборкам если ничего не поменяли то я знаю как туда можно залезть именно вот с этого боку они видите что то значит нужно еще правее брать так вот теперь я правильно забрался отлично а вот и контейнер ящик с вещами калмыка обычный железный достаточно тяжелый контейнер забираем вот так вот еще раз на стиле квартира ну что ж вот он контрастик там уходят давайте сейчас тогда его убьем и заберем его красный мозг интересный чудотворный ну что ж добрался до места и теперь давайте убивать этих контрастов сиков первый из которых находиться должен здесь потом кидаем гранатку мудрости так вот контролеров прибили которых надо так то обычный контролер а вот он с красным мозгом забираем вырезаем аккуратненько этот мозг можно сдавать задание кайкал с его тут и все так просто тут у нас еще толпа мутантов должны появиться открою вам небольшой секрет казалось бы все тихо и спокойно да нет тут подкрепление скоро прибудет вот где-то тут как вы уже заметили контролеров лучше всего убивать с дробовичка либо же с гранат большую стая мутантов из гранат мудрости и вот таких более-менее одиночных целей убивать лучше службы так а вот видимо и появились зря и гранатку использовал еще одно ну ладно хрен с кровососик появился так зажигалочку используем фух ну вроде бы все ну что ж давайте сначала забежим к аунуку отдадим ему контейнер но поэтому пойдем дальше по заданию ну что ж добрался до калмыка и кстати говоря не забудьте прихватить либо пару бутылок водки либо же пару пачек сигарет потом поймете для чего калмык чертова сволочь принимай свой легкий контейнер смотри живой не ожидал и я тебя и всю твою брату переживу надеюсь мы теперь в расчете да все ты свое слово сдержал это я ценю поэтому вот держи ты вообще кто я то я бывший прапор местной части когда вся эта заварушка начиналась нашу часть перевезли на военное положение из добровольцев сформировали заградительный отряд но мне повезло я тоже в него попал а у меня как рожена на сносях ждали первенцы мне не до зоны было совсем есть на нервах территории части не выпускают а тут еще когда на нас эти монстры это сейчас мы к ней привыкли а тогда тогда я первый раз кровососа увидел но запил нервы не железные и тут приходит оно письмо черт а я пьяный лежу один в казарме ну сел читаю а это похоронка понимаешь похоронка на нее и его я ведь не сразу понял тупо сидел и ни хрена не понимал только на третий раз за меня дошло все и тут мне башню окончательно светило я за автомат и на проходную там ефрейтор и молодой какой-то но я по ним раз потом еще выскочил и бежать мозги не соображают а ноги сами в больничку несут ты видел бы меня пьяный бешеный глаза горят одежда в крови автомат в руках вот я такой бежал в больницу а там бабка сидела какая-то но я к ней где дескать катька моя она не понимает я ору и смотрю тут табличка на стене морг я я туда лежит она такая красивая как на первом свидании да калмык успокойся это я сейчас покоя она тогда тогда нашел я мальчонку маленький розовещий такой и глаза такие же как у меня я его к груди прижал и в угол забился сидел не знаю сколько ноет внутри все так ноет и сдохнуть охота и это молчаливое почему почему дальше все смутно помню взяли меня посадили в части в коптерку следа каждали а в тот день хрень с погодой какая то творилась дождь и как из ведра лил дороги размыло конкретно в общем так и не приехал следак а ночью ночью пришел серый друг мой а в тот день дежурный был схватил меня за шкирку и потащил мне тогда все равно было что со мной и я не сопротивлялся в общем мы с ним до забора добрались а там в этом месте еще проволоки не было как всегда денег на ремонт не дали и говорит лезь я лег на землю и лежу нет сил во мне и этот забор тогда горой казался он меня за шкирку поднял и давай на забор откуда только силы у него перевалил живой труп через забор скинул автомат пару консервов и кричит на меня беги беги дурень а я лег и лежу возле забора а что дальше а дальше он перелез через забор и потащил меня в лес в тот день большая группа монстров напала на нашу часть и даже в некоторых местах прорвала оборону вокруг стрельба рев никому до нас дела не было сергей никто не мешал дотащить меня до колючей проволоки поднял меня и в глаза в глаза мне смотрят ради нее ради Кати беги говорит только вот в этот момент меня и перещелкнуло я сам не знаю откуда силы у меня взялись он мне в руки автомат сунул и прорез решетки подтолкнул так я в зоне оказался ну а на болотах потому как охотник был в свое время заядлый местать я знаю хорошо вот и осил здесь да я это хотел сказать у меня вражбой бабуля занималась меня кое чему научила в той жизни мне это не надо было а здесь лекарств нету вот и пришлось вспомнить кое-что поэкспериментировал маленько на разных крышках артефактах и частях монстров и смог сделать мазь целебную если сможешь всегда могу поменять на водку и сигареты а что за мазь а мазь как мазь не буду же я рецепт рассказывать просто запомни выводит радиацию останавливает кровотечение калмак привет слушай я за мазью пришел водка или сигареты есть запомни за одну баночку мази либо 3 бутылки водки либо 3 пачки сигарет ну вот есть сигареты и давайте еще водочки ему накинем вот так вот еще одну возьмем баночку сверху мало ли пригодится ну а теперь можно возвращаться на базу чистого неба ну что ж для начала одного верно давайте заглянем к Василию подлечим его раненую ногу и возьмем еще одно интересное задание как дела привет Василий танцуй опять шутишь я стоять то толком не могу да нет Василий не шучу я нашел что обещал вот держи 3 баночки мази как и договаривались вот выручил так выручил ну а теперь ты для меня самый лучший клиент я тебя всегда без очереди обслужу а кроме ремонта брони чем нибудь еще занимаешься я закончил работу над новым бронекомбинезоном для сталкеров осталось только кое что доработать и проверить его удели а так в свободное время изучаю воздействие артефактов на характеристики оружия брони пытаясь их улучшить с помощью артефактов разве такое возможно еще как возможно и даже больше у меня был кое какой опыт в этом деле по заказу одного сталкера я модернизировал венчестер 1300 с помощью артефакта грави так что скорость пули заметно выросла да неужели и как же такое возможно сделать точнее можно если вкратце то благодаря воздействию друг с другом различных артефактов совместное капсулирование фрагментов артефактов дает поразительные результаты также я могу воссоздать уникальные образцы оружия и модификации существующего всего нескольких экземпляров например особые заказы вооруженных сил для секретных подразделений как правило для них создаются такие образцы которые существенно отличаются от базовой модели в лучшую сторону конечно да и куле видных на свете немало порой кустарные модификации превосходят по характеристике серийные образцы а сможешь мне сделать такое оружие я хорошо заплачу за него для создания такого оружия мне нужны высококачественные инструменты тебе придется попотеть чтобы найти такие у того сталкера был несложный для реализации заказ поэтому я обошел со своими старыми и где же мне такие достать так, для начала мне нужны калиброчные инструменты с Дэном знаком? если нет, то надеюсь скоро познакомишься он обещал мне подогнать такой набор только вот от него давно ни слуху ни духу если встретишь его, то спросить не забудь про его инструменты также мне нужны инструменты для тонкой работы возможно у доцента они имеются ведь он ремонтирует ПДА и прочую электронику допустим, что я найду тебе эти инструменты что еще тебе нужно? принеси мне два экземпляра модернизируемое оружие в хорошем состоянии второй ствол подойдет для деталей, если я где-нибудь напортачу еще мне нужны два артефакта гравия для стабилизации пули в воздухе и увеличения ее скорости и одна рубиновая пружина для увеличения убойности эти два артефакта я довольно хорошо изучил, так что за свои слова отвечаю за работу я возьму 35 тысяч рублей записал, надеюсь это все ага, надеюсь мне еще нужен подробный черчеж модернизируемое оружие, без него никак а сразу не мог сказать где я тебе такие черчежи найду у тебя их нет? у меня нет, но я знаю где можно их достать я слышал про одного сталкера по прозвищу оружия он до аварии на ЧАЭС в Припяти жил а до этого в каком-то НИИ работал огнестрельное оружие разрабатывал через несколько лет после аварии он вернулся говоря за своими черчежами так, напускай проржут свои товарищи по радио так, многих сталкера спрашивал про черчежи и схемы не попадались ли такие похоже он хотел попасть в Припять к себе домой но из-за выжигателя ему этого сделать не удалось последний раз его увидели в баре он о чем-то разговаривал с осведомителем после этого оружейника никто больше не видел я думаю в его квартире наверняка остались какие-нибудь черчежи так что советую начать поиски оттуда хотя у кого-нибудь из сталкеров или местных механиков могут быть эти черчежи отреза оружейника я не знаю возможно осведомитель в курсе поговори с ним и узнаю о чем они говорили не вижу радости на твоем лице тебе нужно такое оружие или нет? конечно нужно как все соберу загляну к тебе да блин ну будь здоров вот такая вот история про оружейника интересная да так теперь давайте отдадим красный мозг Свиблову красный мозг уникального контролера вот вроде бы уникальный мозг а стоит 2500 рублей но это же вообще как-то не дело приветствую вот посмотрите мозг контролера вам подойдет дайте-ка посмотрю да необычный экземпляр какой крупный если это то что вам нужно я хотел бы получить некоторое материальное вознаграждение потому как эта сволочь сильно меня потрепала да конечно конечно вот возьми да хотел сказать если вы обнаружите еще необычные экземпляры мы с большим удовольствием купим их у вас мне дал ночную звезду интересно посмотрите вроде у меня кое-что есть хотя ничего у меня нету не Свиблов пока что ничего не отпил я вчера вас похмели и причудилась блин а что ж диалоги то они от меня не нажимаются вот тоже вот проблемис ладно что Свиблов так задумчив да вот ребят собираюсь в рейд послать но с оружием худо нужен хороший мощный ствол на крупного зверя идут есть идеи но есть одна идейка в общем так тут есть заброшенная ферма там бандиты недавно обосновались наш человек узнал что у них есть пулемет ПКМ на кой черт им сдался я не знаю но это заставляет меня нервничать когда мы вновь вернулись сюда после неудачной попытки прорваться к центру зоны в которой мы потеряли нашего основателя Лебедева и большинство ветеранов болота практически полностью принадлежало бандитам мы кое-как смогли отбить эту базу и подходы к ней спасибо охотникам помогли но так чему я это если ты сможешь выкрость у них этот пулемет то мы решим две проблемы сразу то есть ты предлагаешь сделать все по тихому не люблю я эти перестрелки да и своим говорю применяйте оружие только в крайнем случае так что постарайся чтобы тебя никто не заметил да мой человек тебя уже ждет ты с ним поговори он тебе подробности расскажет ну что ж давайте тогда отправляться к этому человечку которого зовут Кощей разведчик чистого неба так ну вроде ни у кого разговора ко мне не имеется поэтому давайте отправляться будем сразу к этому Кощей вот он здесь находится довольно таки далековато ну ладно встретимся тогда уже с вами у Кощей sageи а ну это Gift Продолжение следует...